это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер когда в ясной поляне лев толстой читал севастопольские рассказы дети слушая их жаждали отвоевать малахов курган севастополь обратно такова была убедительность сила художественного слова и запечатлеть подвиг столь же важно как и совершить его советской культуре всесторонне удалось сберечь и осмыслить память о великой отечественной войне большое кино большая литература о них помнят а вот о военной поэзии особенно о песенной поэзии говорят меньше хотя именно она и помогла победить в той войне а после стала ей память мы не завалили фашистов трупами как сообщил нам виктор астафьев нет мы прежде всего победили духовно глупо и подло представлять ту войну как битву двух режимов нет тогда встретились два самосознания два цивилизационных кода и у нас была великая духовная основа явленная военной поэзии впервые это отметил русский мыслитель вадим кожанов он так сформулировал особенность военной поэзии преобладающая часть военных стихотворений написано не столько войне сколько войною с тематической точки зрения это стихотворение о родном доме о братстве людей о любви о родной природе во всем ее многообразие а вот так говорит о военной поэзии о ее особенностях литературный критик алексей колобродов поразительно отсутствие ненависти и агрессии советская военная песня совершенно девственно в пробуждении чувств недобрых даже когда русские ребята поют в германии в проклятой стороне понятно что эмоциональное отношение к территории откуда пришел жестокий агрессор не распространяется на людей и и населяющих военная песня тех лет образец того как надо побеждать не через ненависть к врагу а через любовь своей отчизне помните как позднее в брате 2 создание военной лирики участвовали не только профессиональные поэты михаил исаковский алексей сурков лев ашанин но и те чье творчество рождалось непосредственно войну эти строчки знаменитые строчки сочинил на волховском фронте лейтенант михаил максимов можно и нужно вспомнить поэта алексея фатьянова чьи стихи также рождались в боях вот как они он пишет публицист егор холмогоров сам еще в сущности юноша фатьянов передавал самоощущение такого же деревенского русского мальчишки солдата того кто оплатив по большей части своей жизнью оплатив страшный счет войны все-таки победил алексей иванович выразил его душу удивительно тонко поэтично без фальши грязи и нелепого идеологического надрыва у немцев не было ничего подобного там звучали совсем иные милитаристские бравурные марш ну или если вы вспомните то полу запрещенной гебель сам упадническая лили марлен в этом огромная разница немцы шли завоевывать нас а а мы шли в атаку в бой чтобы защитить свою родину и после подвиг подвиг через волю увековечили наши великие поэты-фронтовики я перечислю их но только некоторых потому что конечно их было гораздо больше александр твардовский борис слуцкий александр межеров и он дегин константин симонов давид самойлов вот по их поэтическим строкам бежит раскаленная кровь перекачиваемая отзывчивым сердцем я убит по норжевам тот еще под москвой где-то воин и где вы кто остался живой а сколь мощный пласт военной лейтенантской исповедальной прозы мы получили благодаря войне от виктора некрасова и юрия бондарева через константина воробьева василя быкова бориса васильева до евгения носова александра проханова и владимира буш я столь настойчиво повторяю эти имена чтобы вы перечитали или прочитали их книги на самом деле они до сих пор актуальнее чем самые горячие сводки новостных лент так почему наши медиа почти не вспомнили о великом культурном наследие рожденном войну вот смотрите это программа передач первого канала за 9 мая но почти весь день праздничный день зрителя кормили сериалом диверсант в разных видах а вот программа телеканала россия 1 тут тоже все довольно печально ну либо современные концерты и либо современные фильмы а вот классическое советское кино войне решили показать либо рано утром либо ночь в народе это называется впаривать вот смотрите для начала нам подсунули гадость под названием зулиха открывает глаза я уже подробно разбирал его а вот после угостили новыми шедеврами ну в частности украинской баландой по законам военного времени где сражались и с нацистами с коммунистами с ссср показали еще черное море перевод с немецкого крепкая броня да не важно что там показали потому что имя этим сериалом легион но они отличаются только названиями но не смыслом вот сожалению полный метр не отличается почти не отличается от сериального мыла ну например на 9 мая нам презентовали такое свежее почти свежее кинцо на париж опять же неважно на париж на берлин куда-то знаете удивительно но подается это разнузданная вампука как документальное кино якобы говорухину рассказали сюжете ну якобы и при этом это еще и кинокомедия а что там в этой кинокомедии ну вот значит герой после 9 мая после победы занят исключительно блудными помыслами сначала он удовлетворяет их медсестричками с гражданками а после ничтоже сумнячийся мотнет париж в ну скажем так в борде там в этом борделе он просто проявляет чудеса безответственности он теряет не только честь но и оружие документы все что можно дальше начинается трэш дальше начинается классическая в кавычках российское кино ну бездарные диалоги слабая игра актеров и конечно набор штампов водка льется рекой злобные чекисты ведут свою слежку власть кричит расстрелять ну и конечно появляются наши русские пьяные солдаты вот такое кино на 9 мая смейтесь смейтесь ветераны без этого нет джентльменского набора сожалению не обходится почти ни один российский фильм даже когда создатели вроде как стараются ну например как в киноленте ржев горцы покажи ему карман иначе вместе по трибунал пойдем расход захотел падла одежу к осмотру сожалению в большинстве наших российских фильмов наши же советские солдаты показаны либо идиотами либо бесхребетными слабаками либо садистами а вот немцы наоборот идентичны интеллигентные даже по-своему обаятель ну поэтому наверное в концовке фильма т-34 наш солдат жмет немцу рук оказывается бывает и такое согласитесь контраст столь мощный что у незадачливого зрителя неизбежно возникнет вопрос да как же мы тогда победили в той-то войне если мы такие они вот такие и тут собственно появляется тот самый злобный чекист который гонит наших солдат в бой знаете к сожалению в этой клюкве это именно что клюква нет ни исторической не художественной никакой правды не истины несправедливости неправда это все слишком напоминает глупая американское кино которое в 90-х мы смотрели на видеокассеты какие ваши доказательства но то голливуд ладно но почему мы сами на собственные деньги выставляем себя же слабаками идиотами откуда эта страсть покаянию самоуничижение знаете что это давайте подумаем что это это диверсия распил или просто бездарная глупость до советское кино делали глыбы и не случайно голливуд взял за основу труды станиславского и чехова а их режиссеры восхищались эйзенштейном и довженко и другими режиссерами тоже тарковским например вот только почему после девяносто первого года примерно наши мастера культуры решили сдать великое наследие в утиль решили снимать под американцев но только второй свежести примерно 10 может быть 15 лет назад там в голливуде делали такое кино как мы делаем сейчас и конечно да советские артисты актеры они прошли ту войну они знали о чем говорили в военных фильмах посмотрите юрий никулин и иннокентий смоктуновский оба фронтовики вот хотя бы вспомним известное интервью смоктуновского о том как он был военнопленный ну вот видите я уже такой здесь еще у меня усынь и борода не росли но я уже прошел через такие страшные испытания которые они своему неприятелю своему недоброжелателю не пожелал бы потому что как я уже сказал я был в плену нынче же сражаются не за родину а за хайп и приблизиться к лучшим советским образцам наверно априори невозможно однако можно и нужно остановить кино конвейер фастфуда и прекратить прогулки с телекамерами по кладбищу поэтому я думаю что кино о великой отечественной войне да и не только об этой войне но и об афгане тоже пример или о чечне если она снимается конечно на государственные деньги вот такое кино должно создаваться под особым вниманием под контролем знающих консультантов и комиссий чтобы не допускать банальных спекуляций и ляпов да конечно есть удобоваримое а не более того кино российское кино войне ну например 28 панфиловцев или брестская крепость весьма достойное кино все-таки но чаще к сожалению чаще вот так ненавижу 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 это уже не пошлость не фарс не всюду просочившийся кабак как писал наш великий философ василий розыму нет это диверсии преступления но тогда скажите мне так где в таком случае трибунал это была программа игра в классике берегите себя и помните жизнь только подражает литературе удачи вам здоровья и терпеть а а а а